Итак, мы с вами идем к следующей возрастной категории от 19 до 25 лет, и это ранняя зрелость такая, юность. И здесь значимые люди, друзья, супруги, ну, можно еще подписать сексуальные партнеры. Потому что в этом возрасте уже начинаются вот эти интимные отношения, причем у современной молодежи не только в браке это происходит. Да, поэтому, в общем, подпишите себе, чтобы, так сказать, мы смотрим в глаза реальности, и если в этом возрасте у человека есть сексуальный партнер, он будет очень сильно влияет на формирование его личности. И здесь люди сделают выбор, либо в пользу близких и честных отношений. И тогда у них формируется преданность и любовь. Если отношения складываются ненормальным образом, нечестные отношения, или вообще отношений никаких нет, и плохие отношения, или плохие отношения, то они для себя выбирают изоляцию. И тогда у них формируется собственная исключительность. Но, даже если отношения нечестные, даже если в жизни все не лавится, помните, что этот возраст уже старше, чем в 12 лет, следовательно. И человек может сам выбирать, что ему нравится. То есть не плыть по течению. Сам делать выбор. То есть те, которые делают выбор, исходя из ситуации, они как бы плывут по течению. Но человек может пойти и против течения, и делать выбор. Но нельзя говорить, что все дети из детских домов, где окружение не очень хорошее, 100% разбойники и грабители. И заканчивают свою жизнь криминальной структурой. Да, конечно, по разным, так сказать... 75-85% по разным источникам. Разные источники, разные цифры называют. Очень большой процент хулиганов растет. То есть, заканчиваем... В уголовном смысле хулиганов. Ну, то есть после окончания детдома, в течение 8 лет этих детей прослеживали и посмотрели. Да, действительно, они закончили свою жизнь в криминальных структурах. Но не все, даже, брать по минимуму, 15% из них стали достойными гражданами. Выбрали для себя, сделали выбор в пользу положительного новообразования, положительной какой-то черты личности. То есть, знаешь, как не будем говорить, что все дети из... Благополучных семей, где есть папа и мама. Все будут благополучны. Все на 100% это гарантия, что ребенок будет нежный, пушистый и ласковый. Нет, вполне возможно, что ребенок может выбрать тоже совершенно другое. То есть, видите, в любом случае, мы еще раз говорим, что, начиная с 12 лет, ребенок сам делает выбор. Человек сам делает выбор. И наша задача, как душепопечитель и консультанта, помочь человеку... Вот этот выбор сделать. И не просто сделать, но и предпринять какие-то действия к тому, чтобы изменить что-то в их личности. То есть, мы меняем не поведение, понимаете, вот эту вещь мы должны понять. Поведение – это отношение «я – оно», а мы с вами работаем с личностью человека. И поэтому вот выбор, который здесь осуществляется, это не должно быть, точнее, не происходит одномоментно. Нужно приготовить человека к тому, что вот этот выбор, перед ним стоит весь вот этот возрастной период. То есть, в течение всего периода до 25 лет, то есть, если вот здесь вот есть люди, которым до 25 лет, перед вами постоянно будет вставать этот выбор. Либо в пользу честных отношений, либо в пользу изоляции. Каждый раз вы его делаете. И, соответственно, у вас там что-то внутри будет происходить, внутри вас. Понимаете? И вот, представьте, приходит к вам такой человек. Ну, мы опишем сейчас одну консультацию, мы уже в одном из курсов описывали ее. Она очень показательная, мы ее сейчас расскажем именно с точки зрения душпопечения. Консультация с девушкой, ей где-то 19-20 лет. Значит, смысл такой, она из детдома, мамы, папы не было, семьи не было, ничего не было практически. Эта девушка, если посмотреть по нашей таблице, все у нее новообразование в отрицательном смысле. Все выборы в отрицательном смысле. То есть, и чувство неполноценности, и инертности, и заторможенности, вина, страх порицания, импульсивность, уход в себя. Все. Все по минусам. Еще в детском доме ее насиловал воспитатель, который там был. В школе это происходило, сверстники ее насиловали. То есть, все, что у нее получалось, все получалось в отрицательную сторону. Сейчас она живет, там, какой-то дальней родственница, у нее есть квартира, есть где жить. Она живет с мужчинами, с одним, со вторым. С более жизнью она уже сделала три аборта, у нее было два выкидыша. То есть, все плохо в ее жизни. И она пришла к нам с запросом. Я не пойму, почему я не хочу замуж, хотя, казалось бы, мне хочется, но человек, который не делает предложение, я не хочу. Почему-то я не хочу. Вот этот запрос. И, значит, вместе с ней мы стали этот вопрос обговаривать. Теперь смотрите, какая вещь. Очень часто, что происходит? Душепрепечители говорят, а ты верующий? Нет, покайся. Покайся все пройдет. И что происходит? Если это человек верующий, то говорят, молись. Сильнее молись, еще сильнее молись. Не проходит блогу молиться. Подключи группу. В церковь напиши записочку. Пусть у тебя вся церковь молится. Ну, давайте подумаем вот о чем. Вот приход к Богу, он тогда происходит естественно всем существом. На каком возрасте? А 12 лет? Нам пришел человек уже 20-летним возрастом. Это уже человек, который вышел из возраста принятия веры как своей сущности. Понимаете? И говорить ему покайся или помолись и все пройдет, это... Это неправомочно. Понимаете, какая вещь происходит? То есть нам надо начинать вот с этого этапа. Она на этом этапе. То есть она находится на возрасте 19-25. И здесь у нее выбор осуществляется либо в пользу близких и честных отношений, либо в пользу изоляции. Она выбрала изоляцию. Я одна такая. Все вокруг плохо. Ничего невозможно. У меня не выбор. Я же несчастненькая. Понимаете? И соответственно у нее сформировалась вот именно вот эта вот собственная исключительность. Причем не просто в положительном смысле там я, смотрите какая я. А именно исключительность? И исключительность наоборот. У меня все плохо. Я одна такая. У меня ничего не получится. Никогда не получится. И нам как душепопечителям надо признать, что да, на духовном уровне, да, говорить о Боге, если она тем более открыта для этого, нужно, конечно. Если она хочет рассказать и прямо сейчас помолиться пока эти нужно, ну понимать, что это ее душевная рана не исцелит. Вот тут она Бога примет. Разумом примет. Да. Но может быть тут. Но душевные раны не исцеляйте просто так. Ну представьте, у вас перелом руки. Вам говорят, помолись, все пройдет. Физический закон никто не отменял. Нужно пойти к специалисту, чтобы он правильно вам... Точно так же существуют и психологические законы. Конечно. Нужно время, чтобы это рана затянуло. Может быть даже больше. Не верите никому, ни людям, ни себе, ни чему вообще вокруг происходящего. Понимаете? То есть вот она проблема. Был один запрос, а проблема выросла. То есть на этом этапе ей нужно было в первую очередь выбрать честные и близкие отношения. То есть понимаете, вот смотрите. То есть мы начали вот с этого. Мы начали, посмотрите, вот если посмотреть на наш с вами... Вот возраст 19-25 лет. Мы начали с честных и близких отношений. Мы говорим, зачем вам это надо? Вот то, что, та жизнь, в которой вы сейчас живете. А что мне делать? Мне выгнать этого мужчину, который сейчас со мной? Да, это ваша квартира. Ваша. Почему он с вами живет? Ну, ему негде жить. Это его проблема. Чтобы вы хотите всех бездомных в свою квартиру со всеми жить и тело предоставлять? Подумайте об этом. Какое право он умеет пользоваться? Может быть не выгодно, может быть объяснить ситуацию и попросить удалиться в течение трех суток. Но каким-то образом вы решите этот вопрос. И не давайте никому возможности свое тело использовать. Ей было очень сложно выбрать. То есть на этот выбор у нее ушло, наверное, больше чем полгода. Несколько месяцев. Ей было очень сложно. Она вроде бы освобождалась. А то, нет, не могу я одна. Она настолько привыкла. Появлялся другой мужчина в ее жизни. Опять она приходила к нам в проблемы. Мы говорим, ну ты же должна сделать выбор. И как только она наконец-то определилась в своей жизни, что ей нужно действительно честное отношение, она уже смогла работать. Надо исключить. Надо свою исключительность. Нет, я просто хочу сказать, что дальше произошло. Дело в том, что мы знали одного человека, который вел совершенно потрясающую группу духовного роста. И к тому времени, когда Поля сейчас способна вместить то, что в этой группе, мы попросили этого человека, чтобы он так ее взял под свою духовную опеку. И она начала ходить в эту группу. То есть у нее была возможность отказаться от нечестного и найти честное отношение в этой группе. То есть она не одна боролась с этим. Да. И у нее сформировалось, посмотрите, что у нее сформировалось. Вместо исключительности у нее стала формироваться преданность. Способность к любви и преданности. Понимаете, да? Как соль, эта способность к любви и преданности сформировалась, уже теперь можно работать над идентичностью своего я. Ты действительно понимаешь, кто ты во Христе? И там эта пришла работа в группе. То есть она вдруг однажды позвонила, сказала, вы знаете, я действительно поняла, что в Христе. Я сегодня это поняла всеми клеточками души. То есть пока она стала на группе где-то полгода назад, до этого. То есть вообще весь период консультации у нас занял, наверное, года три. То есть лечение этой девушки три года проходило. Представляете? Если 20 лет ее личность сломалась, конечно, это за один сеанс не вылечишь. Пока все пройдет, не сработает. Но три года, понимаете, ее личность восстанавливалась. И вот только здесь она вдруг осознала. А я поняла, что это значит пустить Христа в свое сердце. Не только разумом, не только эмоциями, но и всей душой своей. То есть понимаете, мы пошли как бы вверх, да? Как только она поняла, кто она, она смогла работать уже на другим. И свой негативизм у нее заменился на твердой позиции. Верность к твердой позиции. Видите, да, вот если прям все четко идет, по таблице мы идем вверх. Как только в ее характере верность к твердой позиции сформировалась, мы дальше пошли дальше, работаем над предприимчивостью. Что ты теперь можешь делать? Она говорит, а вы знаете, у нас в группе многие ходят в детский дом. Но я как-то боюсь, я боюсь, у меня воспоминания вот нахлынут на меня. Понимаешь, чувства приучаются навыкам. Пока ты не сделаешь шаг навстречу боли. Она так будет тебя терзать. И, вы знаете, и она превозмогла себя. Она пошла в детский дом, где когда-то ее носили. Поговорила с теми самыми девчонками, которые там сейчас живут. Сказала, что нужно себя защищать. Как она решила эту проблему? Вы знаете, она вот это предприимчивость, что она начала туда ходить, превозмогая боль. Все, у нее сформировалась компетентность. Она так поняла. Представляете, я могу, а я, оказывается, могу беседовать. Меня отслушают, вы представляете? И ей больше верить, чем нам. Потому что, значит, все это прошло. То есть, вместо инертности у нее раз характер, компетентность появляться начала. После этого надо над чем работать? Посмотрите, следующий, выше. Чтобы выбрать не вину и страх в полицании. Ну, над чем работать надо. А над выбором инициативность. Но тут уже надо работать над этим. А что я еще могу сделать? И она начала работать как, а давайте я организую Рождество. Почему на Рождество я сделаю это и это? Понимаете? Это была ее инициатива провести большой. Вот праздник Рождества в том доме. И вместо заторможности у нее уже сформировалась цель и устремленность. Понимаете? Все, она начала действовать. Чувства приучаются навыкам. Это пятая глава Евреев, четырнадцатая глава. Четырнадцатый стих. Ой, да, четырнадцатый стих. Вот. После того, как это сформировалось, она начала работать над самостоятельностью. Оно само как-то пошло. Ей предложили вообще полностью одну, ей без помощника, без кого, взять целую группу в этом детском доме. Все, дещунка пошла, растет. Но мы рассказываем об этом быстро. Это заняло три года. Три года. Понимаете? И сейчас, вот, знаете, вот сейчас вы бы никогда не узнали вот эту девочку, то, как она была тогда. Ну и в результате у нее была вера. Уже основательная. И ее не сдвинешь с ее позиции. Вот. Ну. То есть вот как работает эта таблица? Может быть еще раз какой-нибудь пример приведем, чтобы вот... Ну у нас будут еще. А можно вопрос? Ага, да. Пока не дошли. Ну вот, это все хорошо. Но есть целая культура, которая ломает. Целая культура. Представляете? Как с такими мнениями? У вас были какие-нибудь опыты? Ну, понимаете, можно пенять на культуру. Можно всю жизнь жить с горечью своих родителей. Нет, я имею в виду, приходит к вам, например, человек, который, например, здесь мать, потом отцы, отцы. У них там мирозрение. Представляете, если невесту покупают, например, да? Она не уходит замуж, а там приходит решать вопрос себе. Если она приходит, где-то нас вверх, вы понимаете, что все это начало. вот какой ты девушки и начинаем с этого возраста а мы все живем в культуре и на всех учебы сломали же к вам это интересно ведь библии написалось для еврейского народа в первую очередь там вообще другая культура мы говорим это к нам ближе это к ним ближе а вы как дети мне не повезло и бог на меня изначально махнул рукой на меня изначально все я сломанный винтик в этом мире хочет воспринимать когда можно выбрать честные отношения и дальше уже по этой лестнике если хочешь продолжать без слов на винтиком ну тогда хотя бы трубы себе перевяжи чтобы детей не убивать будущее хотя бы это сделать если ты для себя выбираешь быть сломанным винтиком но мы тебе предлагаем еще один вариант стать человеком личностью все если бы она выбрала это для меня для меня было открытием для себя личного когда я понял что есть еще тот кто знает меня и даже лучше чем я то есть не не предскрывать то что я есть такой вот внутри я могу с этим поделиться то есть тот факт что есть тот кто с кем я могу поделиться все более 7 переживаниями то что он не просто это моя мой секрет а то что он это знает тоже меня переломала все значит в какой-то момент в как идентичности я сформирована не было но в какой-то момент потяну раз и вдруг понимаешь опа вот оно вроде бы считался верующим а вот в какой-то момент раз и это происходит понимаете то есть это очень важно понимать что мы можем себя кем-то считать но когда начинаешь восстанавливать себе невосстановленное как классно быть действительно той личности которая изначально задумана богу вот такой вопрос если женщина с таджик своего рода она веровала по их культуре например какой-то сбили так и по их культуру она женщина и у нее да конечно сам ее будет и господь как-то может быть вы с вами рисовали вот эти вот таджикская культура русская культуры голландская культура но по этой схеме не совсем получится почему совсем получается великолепно потому что мы говорим не о культуре не то мы говорим о личности в отношении человека к жизни к самой не культуре а к к себе к богу просто наверное андрей хочет сказать что когда культурные традиции ценности идут в разрез с тем основанием на котором стоим вы знаете как мы видим культурные традиции никогда не тут в разрез с библейским словом просто в любой культуре есть не совсем порядочные люди которые где-то мусульманской культуре которые сами выбирают себе рабы в качестве невестки а своим сыновьям это совершенно не прописано в культуре того рода это извращение это извращение культурных ценностей еще раз говорим понимаете и поэтому в общем то если найти любого духовного наставника для вот этой вот свекрови если вот ее сын станет мужчиной скажем перестань издеваться над моей женой тут же вопрос то что у сын не мужчина характерный пример который вы знаете все прекрасно помните когда к иисусу подошли сказали был один женат потом он умер и 2 замуж выходить в кем она будет что ответил иисус эти культурные ценности извращенные потому что сначала не было так это вы люди внесли но сначала господь сотворил одного мужчину и одну женщину а вы вообще придумали ситуацию а вы уже извращаете все и культурные ценности в том числе то есть порой придумываем что такое вот наворачиваем и ну а вот если вот так а мы там вообще не так как нам кажется что у нас все-таки имя же потерять консультантом потому что если например а не имеешь потерять боитесь не боюсь не имеешь ворсак например дальше работа никакой не получит ну не получится их выбрать весь народ набор такого я не знаю когда у них сломалась какого конкретного народа у меня жена цыгана и я знаю цыганские многие там обучие которые ну опять же ваша жена ваша жена приняла ценности христианских все вы не можете отвечать за ее брать сестю родственников они вас не хотят их выбрать но вы должны быть таким светом чтобы они смотрели на свою сестру на свою дочь на свою там я не знаю тетю соседку и говорили слушайте она счастливая а может она как найти а чё же наши традиции не позволяют нам такими быть никак не хотят не лезьте самое главное правило мы консультируем только тех кто хочет что мы консультировали насиловать своим консультирование своим евангелизации мы становимся духовными насильниками очень часто мы врываемся в чужой дом не будем их духовными насильника не вангелизировать мы должны просто показывать свет свет светит тихо никому не кричит тут светло идите сюда он просто дает людям тепло и свет вот нам тоже надо быть такими просто дарить любую а почему люди спросят откуда это у тебя и тогда рассказывать и тогда они поверят еще например на самом деле нужно привести чтобы более понятно что тут происходит давайте вернуться мы опять вернемся на началу к началу это таблица вы не с тобой таблица этой но сразу вот такой вопрос конечно многие из нас здесь сидящие сейчас думают вот здесь у меня надлом здесь в порядке вот тут вот тут в порядке а это вот это и вот это и вот это в порядке а вот этого опять нет то есть в любом случае начинаете со своего возраста и дальше смотрите здесь выбор правильно сделан а образовалось то что нужно да идем следующий опять снизу нет значит нужно вот это выбирать и вот это все смотреть и над этим работать если допустим где-то внуку посередине может быть такое что да значит начинаем с того что середине до поднимать его учились ему вот 36 ну к примеру там 36 вина и страх может ли дальше покинул где-то нормально допустим сначала надо работать над виной а только потом над стыдом они помниями виду не может быть такого что вина и страх 612 где школа там нормально то есть мы смотрим посмотрите позвонить таблицы 25 19 25 изоляция есть нету значит предность любовь есть нормально смотрим детичность я есть а вот тут уже правда не совсем понимаю вот вроде тут понимаю еще это нет потом проработали над идентичностью я возникает твердость позиции смотрим предприимчивость но человек предприимчив нормально компетентен компетентен инициативность постоянно вверх смотрим от своего возраста вверх чего не хватает и работать над первым то что это мы не сможем сделать пока нас не будет вот эту нижнюю давайте еще возьмем один пример более благополучно не как вот та девушка у которой был вообще все было все плохо пришла одна девушка к нам на разговор значит любила одного молодого человека встречались долго дружили уже шло все к свадьбе но вдруг ее вызывает значит руководитель церкви там один освященный служитель и говорит я слышал ты с этим встречаешься не смей потому что он с другой динаминации мы тебе запрещали но готов нас церкви есть замечательный брат он очень любит то время не замечаешь присмотреть да а вот ну вроде бы как присмотрелась их огласили для того чтобы они могли встречаться дальше узнавать и они уже назначили дату свадьбы когда она к нам пришла и она вы знаете я живу с чувством вины не я виноваты перед вот этим ладом человека потому что он меня значит меня нет но я чувствую я в замешательстве и обида на церковь потому что они заставили меня так поступить я теперь понимаю что они не имели на это право может я выросла как она там где-то была на курсах все на в школе библейской и видимо ее где-то что-то открылась на шаг вера какой-то другой она поднялась она уже может проанализировать ситуацию у него запрос я хочу уйти в пустыню мне вообще все это надоело вот она пришла к нам с этим как вот вы понимаете но вы понимаете проблемы не в пустыне да и проблеме то что у нас самой пустыне нету а проблем несколько другая вот и по большому счету запрос хороший с большом счету я хочу честных отношений опять то же самое запрос мне надоело всех обманывать всеми там кем-то быть кем я не являюсь на самом деле мы говорим слушайте потрясающий уходи в пустыне ну кто где пустыне пустыне нужно просто взять тайм-аут во-первых отменить свободу она говорит я уже давно поняла она потом говорит ага да значит я беру тайм-аут от вот этого молодого человека то есть я не говорю нет ему тебе нужно подумать может действительно нет 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 полгода чем надо же к нам после вот молодежного семинара после того что мы здесь говорили по предпрочим консультировать и обязательно возьми тайм-аут от церкви то есть приди своему наставнику и скажи что ты будешь ходить церковь но в другую это же динаминации но просто другую церковь нужно осмыслить то что сейчас происходит твоей жизни попросить прощение за то что было так долго обида и сказать но душевная рана она сразу же не вылечится мне нужно время хотя бы полгода и не встречайся не с этими людьми не нести она у меня служение но пока первое пустыне значит пустыне передай пока кому нужно вылечиться понимать вот она ушла пустыне для того чтобы осознать то есть видите что она выбрала честные близкие отношения и она начала работать над идентичностью своего я в пустыне то есть начало общем цветных сделала осознавать она уже осознала как бы что она не пешка но теперь нужно осознать себя вот в этой ситуации для того чтобы сформировать твердость позиции и проблему у нее было видите как по самый первым верой надежда в основном то есть вот тоже хорошо хорошо понимаете и вот там вот в этой пустыне у нее вот пошло вот это осмысление осмысление кому верить как верить можно ли верить и так далее и так далее и как только у нее сформировалась вот эта вера и надежда все то есть она как вот вот у нее лечение прошел таким образом просто уходом в пустыню там было все менее трагично но может быть сравнение вот стоит девушка но вот для нее это тоже было конечно сложно душевное лечение это всегда сложная вещь и мы кстати представь может быть вы даже можно предложить что наш имидж в качестве консультантов можно где-то и полу глазах некоторых людей но вот ради это как же посоветовать в другую церковь ходить целых полгода ставить служение но представьте вы приходите к своему священнослужителю сейчас по прошествии вот этих месяцев когда действительно она встала на не знаю что будет в отношении с этим молодым человеком на то что в церкви навернулась она вернулась хорошей душой и там приняли все замечательно ну а вылечилась вот хотя в этом аспекте понимаете вот поэтому смотрите если вы думаете о своем имидже но в вашем доме конечно конечно если мы думаем никогда я это не посоветую приглашаем вас принять участие в глобальном проекте по распространению евангелия и расширению библейского образования от нас зависит будет ли христианское образование доступным поддержите наш проект молитвой и финансами информацию о чем молиться и как пожертвовать вы можете найти на сайте тв семинарий точка ком ну что дальше идем на следующий возраст ну вот немножко понимаете этот но мы делимся своим опытом что мы видим что когда-то бог открыл мы делимся как это работало да это мы в основном мы все сидящие это следующий возраст 25 65 лет средний возраст конечно его можно разбить еще на много-много составляющих там есть и кризис 30 лет и кризис среднего возраста и предпенсионный возраст и уже 65 летний кризис но понимаете значимые люди во всем этом промежутке всегда одни и те же это коллеги это друзья это близкие родственники это семья это те кто вместе с нами несут служение в церкви вот все практические люди которые нас и выбор который стоит во всем этом промежутке это всегда один и тот же поэтому смысла его дальше разбивать нет на более такие части составляющих потому что и значимые люди одни и выбор всегда делается один и тот же и новообразование у человека тоже происходит всегда одно и то же но опять таки что это не делается это момент вот я в 25 лет сел подумал так чтобы не выбрать надо выбрать производительность буду помогать людям и все это 65 лет без проблем но будьте уверены в 30 лет у вас опять этот вопрос а может быть даже 26 потом 27 потом 8 и в 30 будет лет 20 практически каждый день заняться собой или все-таки помогать людям что в первую очередь обидится или же все-таки те несмотря на обиду делать то что мы знаем нужно сделать во благо этим людям вазе каждый раз этот выбор встает перед нами и если мы выбираем полезность и производительность у нас на живутся заботы и милосердие стоит нам выбрать застой поглощенной собой да надоели они все сколько можно я и так и так с ними время трачу они какие-то все камни меня брать все тут же у вас внутри отверженность пошла формироваться вы всех отвергаете и вас начинают отвергать а потом только удивляться откуда вдруг но вчера же вроде был все хорошо месяц назад год назад что же сейчас поломается а подумайте что вы выбрали все вот этот вот 40 лет самый такой возраст что мы выбираем что выбираем в этом возрасте ну тоже вот такой пример который мы наверно привозили уже в наши уже много поэтому пришла женщина который чуть больше чем за 30 она работала мастером не мастер портной да то есть она сидела и шиву и говорит ну тяжело все это не дается но надо где-то работать поэтому она тратит свои деньги чтобы там куда-то поехать привести какие-то знания там как это по новым как это сделать быстрее что-то там улучшить или там машинку свою как-то модернизирую чтобы она быстрее шила время и деньги вот в этого все но есть у нее соседка по рабочему столу который там сидит это готов посмотрит как нет происходит мне подруги о ту же схватила тоже все это все понятно время потратил деньги она вот посмотрела тут же она через две минуты через пять уже делал все тоже не время и деньги и на только посмотрела все это говорит обидно вот понимаете ну и там она конечно много чего другого сказал там у нее целый клубок и то например то же самое происходит и в отношениях с друзьями вот ну мы давайте остановимся вот на этом вот остановимся на это вы говорим согласны о том что ваш успех напрямую зависит от успеха фирмы также как успех фирмы в общем то зависит от вас точно тоже да но если вам сделать выбор несколько иначе то есть вы выбираете не то что погласились с собой я совершенствую такой застою я оплачу деньги я а вот она так рассекает сделайте выбор в пользу полезности что ты подглядываешь пойдемте я покажу как это делается вот приехать в каком семинаре давайте это делается так так и так то есть в пользу близких отношений понимаете то есть ваш полезность в пользу фирмы следовательно вам можно выбрать близкие отношения не поглядывай да не надо что-то на самом деле и тебе неприятно мне неприятно сам покажу выбираешь эти близкие отношения все формируется способность любви к этим людям и ты уже можешь говорить о том кто ты в этом коллективе что ты значимый человек тоже себя начинаешь воспринимать как профессионал действительно у тебя идут и все учатся но ты вообще вы сами про себя подумайте вы понимаете что чтобы расти как профессионал нужно тратить деньги время и вы это делаете замечательно не все на это способны это делает только часть профессиональным мышлением действительно профессионал с большой буквы и знаете что самое интересное потом она пошла к начальнице начальнику этого фирмы и говорит вы знаете я вот что решил собираюсь поехать на семинар давайте я приеду а мы потом соберем всех наших работников и я им всем покажу это чтобы там вдвоем знаем только вот эти вещи давайте я всех научу и знаете вот как будто предприимчивость и инициативность она к чему буквально несколько месяцев прошло после того как она к нам пришла она позвонила и говорит а вы знаете меня сегодня назначили зам начальника производства хотя опять она к нам пришла запросом что я как ну тупая она слов не сказала мне тяжело учиться мне вот так все тяжело дается я такая вот вся косная а вот рядом со мной такая работаете все вот с этим она пришла но не рядом то есть не работает поставили зам начальника а ее почему она правильно выбрать вот еще один пример очень яркий опять мы хотим сказать что не все люди готовы мы прочитали одну потрясающую книгу называется скажи жизни да и автор психолог виктор франкл это психолог и известный уважаемый во всем мире и самом начале второй мировой войны ему предлагали уехать из германии убежище в америке и в англии ну любую страну сказали выбирай но у него была проблема с матерью который не могла уехать поэтому он остался попал в конслагии и вот он пишет что меня на практике удалось вот эту всю свою теорию которую я всю жизнь вырабатывал проверить так ли это на самом деле работает она или не работает например в такой критической ситуации как он с лагерем и вот мы просто хотим зачитать но вот из его книги скажи жизни да такую выдержку примитивные натуры продолжают жить категориями власти и насилия и начинает читать что теперь они уже больше будучи освобождены например с концлагеря сами вольны не задумываясь бесконтрольно применять ту же самую власть и то же самое насилие для них сущности изменилось только одно из объектов произвола несправедливости они превратились субъектов того же самого с той лишь разницы что они помнили что им пришлось пережить такое настроение проявлялось иногда даже самых незначительных мелочах однажды мы с моим товарищем шли через поле обратно в лагерь в каком-то месте перед нами оказался небольшой засеянный участок с небольшими сходами я непроизвольно свернул в сторону чтобы не затоптать он тут же хватает меня за руку и тащит пряну я его не понимаю объясняю нельзя топтать молодые посевы он приходит в ярость его глаза сверкают сверя поглядит на меня и кричит ты что лепечешь у нас что мало отняли у меня жену и ребенку душили газом об остальном я уже не говорю а ты боишься каких-то пару колосков растоптать вот два человека оба были в концлагере оба выжили оба пережили страх смерти один выбрал для себя полезность добро другой выбирает застой поглощенность и право на то чтобы жестокий в результате один забота милосердие потом это всемирно известный ученый его труды переводится на много языков это действительно носитель добра и человечности другой в отверженности выбор давайте успеем все таки это сайт разобрать последний возраст в нашей разрастной категории называется золотая осень 65 и старше все мы там будем но если господь нас всех ожидает мы не становимся моложе но туда мы попадем все и так здесь значимую вообще все человечество и человек выбирает здесь либо целостность и универсальность и тогда у него формируется мудрость вы на не встречали таких людей вот они они за каждого очень или наоборот бывает человек для себя выбирает отвращение о это правительство и переживаю в южной америке опять засуха там дети голодать там дом взорвали в сингапуре там представляешь наводнение как они переживают за каждого ребенка если мы переживаем ну как бы это же на что произошло она за каждую личность переживает она всех любит или наоборот бывает человек для себя выбирает отвращение а это правительство это молодежь ничего делать не может и у них формируется презрение и к ним и от них ко всем и посидишь таким человеком как будто тебя помоем я хотели да и в общем то но примете но до самого конца бог дает нам всем возможность возвратиться в его лона чистыми личностями в том числе и вылеченными душами вот знали мы одного брата у вас весь этот серьезный такой брат всех обличал всех длину юбки проверял что все конкретно чтобы тут нигде не обтягивал от всех мужчин галстук нельзя носить потому что что он не туда показывает ну там вообще у него много было разных обличений причем все он мог прям духовно при духовно объяснить и все у него на все было цитаты что мы как-то очень часто сталкивались он как-то ездил и как-то трёх сразу думаю опять этот бородовый смешник конечно вот меня обличал постоянно не покрытый голову нормально и вдруг значит на одном семинаре мы встречаемся с ним и он он выходит и начинает обличать знаете в каком смысле братья обращается вы же говорит большую часть нашего населения из церкви выгоняете ведь у нас же говорит 80 процентов женщин ходят в брюках а мы их из церкви гоним совершенно другое мышление и перед нами вообще другой человек это произошло в восемьдесят лет мы стали не вы подошли во первых сказали спасибо нам просто вот да что случилось что такое произошло психологи не психологи меня бог обличие вот ягоды узнаете страх почувствовал понимаешь мир приближается и так стало страшно этому мне и страшно я столько лет верующий там в пятом шестом поколении и кучу не бойтесь а сам вдруг чувствую что по ночам стал холодным потом просыпаться вот и вдруг я понял однажды ночью я же никого не люблю и вот этот вот шаг когда он понял я никого не люблю мне надо всех полюбить и он сделал выбор первое что я сделал я пошел к сыну и к невестке для того чтобы попросить попросить прощения за все обличие я живу гнидил вместо того чтобы благословлять я говорит его гнидил говорит моего собственного сына все и первое что сказал сын слушай как раз к тебе есть просьбой сам совет у нас праду серпик косяки пошли помоги и снова много потом рассказывал ну вот оно самое главное знаете человек сделал выбор 80 лет перед нами совсем другой человек стоял то есть до самого конца до самого конца жизни для каждого из нас есть возможность вот именно такого душевного исцеления ну вот по этой таблице все то есть вот мы сейчас как бы с вами завершили этот момент по помните в трем взаимодействия духовное единство душевное единство и единство в выработке плана действия так вот вопросы сейчас да верующий среде в церкви почему такое допустимо вот так вот такой разрыв между но в характере человека верующего верующего человека это сказывается и воспитание понимаете важно понимать что это никак не влияет на наше спасение наше спасение во христе его крови но то что нас окружает то что кто нас окружает это как мы к этому относимся влиять на нашу личность поэтому могу быть где же ни одного единакового христианина правда вот поставить двух ряда два разных совершенно даже два брата близнеца это разные христиане потому что один по одному относится другой по другому это не влияет на спасение христианства то что они из вас все они спасены но они разные потому что воспитание могут разные получали отношения жизни разные ситуации поэтому и характер и черты личности у нас совершенно различных один более приблизился к тому чтобы похоже на христа другому еще долгий путь предстоит но как только мы приходим к богу нам сами конкретно и теперь нужно нам уже стремиться возрастать и двери и душевных качествах вопрос вы говорили категория даже школьный возраст подросткового до 12 лет почему там до 12 лет почему делать именно до 12 12 уже как бы там несколько другой знаете вы читаете книги есть книги по анатомии даже возьмите строение коры головного мозга ну вот мы конечно можем сейчас провести целый курс лекции по анатомии по физиологии по формированию связи и таким образом влиять но как бы сейчас не входит в нашу нашу программу еще добавим вопрос формирование у ребенка вот образом мужчины вот если допустим он в школу ходит то очень большой процент у нас женщины педагоги вот является ли это как бы но проблема как вы считаете и если да конечно как это вот решается это очень серьезная проблема потому что приходит детский садик вы меня хотя бы одного воспитателя мужчины в детском садике можете назвать я ни разу не видел кроме как фильме усатый день вот фильме да там показывают в любом нашем детском садике только женщины воспитывают в школу приходит ребенок но может физкультуру преподает мужчина все остальные все остальные предметы женщины поэтому поэтому это очень серьезно влияние оказывает на формирование личности и может поэтому сейчас такие все расцветы там и парады меньшинства и горьну что что такого и мальчики уже не поймешь это болезнь воли это болезнь воли наших наркований это болезнь воли дело в том что я был в одной церкви и там был такой съезд как бы там сакс области все приехали значит интересно такой ситуации как бы я думаю что это ситуация не только в одной этой церкви она во многих церковь братья сидят там служители проповедники решают важные вопросы глобальные все такое а сестры сидят там по поводу детского служения одни сестры и один только брат вот ну как бы то есть так такая такое положение это не глобально решение такие вот проблемы можете подсказать или у вас какой-то может опыт в этом ну мы пытаемся решить во первых это в маленьком кругу то есть кругу нашей семьи чтобы наших детей был отец нормальный по крайне стараюсь быть таким во вторых в большом кругу то есть я тоже занимались детьми там мы пытаемся как-то говорить и вообще куда бы я в церковь не приезжал я всем говорю понимаете прежде чем ставить молодого служителя чтобы там с кафедры проповедовал читал лекции учил поставьте его воскресную школу учителем 5 лет побудет потому что он должен понять и детский взгляд очень легко стать на кафедре учить размахивая руками а вот ты ему трехлетним объясни это я все время говорю учителем в институте студентного говорила принять игры учителем вы станете только в том случае если вы значите передавать маленьким детям потом среднем звену потом старшим и только потом вы придете можете вот даже многие мечтают остаться в вузе агрессия сразу остаетесь будет вы учителем не станете потому что для того чтобы стать учителем и начать педагогом оставь педагогом и выбрать методику можно только так сказать зная прорабатывая прочувствую людей на всем уровне их вообще жизнь но это опять же но понятно что понятно что не всем нравится всем хочется сразу быть министрами но лучше самый тот министр который начал дворника по крайней мере знает все свои населения хочу я вопрос задавал может сейчас вернуться что есть такое мнение что характер ребенка подбирается за трех лет ну как бы не полость характер стержень закладывается до трех лет ну вот смотрите что происходит до трех лет выбор идет пользу самостоятельности воли то есть здесь ребенок начинает сам что-то предпринимать сам что-то делать личная инициативность следующую то есть вот именно до трех лет он начинает предпринимать усилия чтобы что-то сделать сам и это конечно же сказывается на его характере последующий на всем последующем если его здесь загубить так тарелки и мой потому что это сейчас не перебьешь вали отсюда потому что все роста станет вообще не бегай не кричи не бегай не гречи и не топ и не шуми и хватит хныкать то есть мы забиваем ребенка у него другой характер ребенок до трех лет не может чтобы не хныкать не бегать не топ и не кричать здесь мы мы от него это требуемым уговорим умри это клады до трех лет практически что дальше естественно могут труднее будет вообще из этого вырваться подавление воли происходящее подавленной воли насколько ему потом трудно выйти в цель но если вспомнить так вообще русская пословица вообще говорит воспитывай ребенка пока он поперек лавки вмещается это же вообще до года значит ищите нас поисковых системах по запросу тв-семинарии